Всем привет дорогие друзья, с вами Никита и сейчас пойдет речь об еще одном офисе, который может подойти как альтернатива смарт-офису, кинг-софту или квик-офису от гугла, который называется офис ют 7. На данный момент в маркете распродажи и можно опробовать про-версию, которая платная бесплатно, но у нас пробный будет период на несколько дней, потом же все равно потребует купить. Приложение полное, стоит 244 рубля и есть несколько версий в зависимости от вашего устройства, вам нужно будет попробовать. Есть облегченная версия без pdf и без hd разрешения и есть полная со всеми наворотами, это с pdf и с hd разрешения, вот как я сейчас скачал например. Вообще приложение довольно прикольное, хорошо оптимизировано и довольно много тоже плюшек, выполнено в черно-сером стиле, но все равно на мой взгляд все таки смарт-офис будет поинтересней. Хотя на вкус и цвет товарищей нет, как бы оно и дешевле и как бы, я не знаю, на всех устройствах наверное офисы работают и ведут себя по-разному. Советую поэтому попробовать как оно будет вести себя на ваших устройствах, понравится вам или нет и покупать или нет, или можно же просто с фопа да сдуть, это ваше дело. Просто предлагаю вам вот такую вот интересную альтернативу. Что есть в Office Suite? Да в принципе все, что есть в смарт-офисе, только здесь как бы есть понты, но попроще интерфейс. Например, обновления постоянно выходят, регистрация, то есть создаем свой аккаунт, поддержка клиентов, если у нас возникают какие-то вопросы или какие-то предложения, можно связаться с разработчиками. Это конечно же круто, можно почитать о программе, о том, кто это все создал и когда это все было и какие изменения были. Есть справка как пользоваться и что и как в общем выглядит, что как делать и в общем это для тех, кто любит всякие инструкции, а потом только пользоваться. Есть возможность добавить учетную запись, облако, дропбокс, гугл и так далее. То есть очень удобная вещица, не так как в других офисах, здесь просто добавляем учетную запись и все, и все, которые файлы там у нас в облаке, все будет здесь и все запросто редактируем и обратно отправляем. Потому что некоторые сервисы не так сильно раскручены и в некоторых офисах нету, а здесь это все равно прокатит. Поэтому как бы это жирный плюс Office Suite. Тут есть очень красивый и прикольный файловый менеджер, тоже вот так вот он выглядит, можно поменять внешний вид. Реально прикольная вещь, как бы сразу разделено на SD-карту, внутренней памяти, мои документы, мои документы настраиваются, расположение. Есть шаблоны, можно добавить свои шаблоны, можно скачать. Есть шаблоны по дефолту, которые в этом приложении. И реально прикольно, можно сидя где-нибудь там в очереди, в пробке, создать какую-нибудь презентацию или там написать обзор для своего проекта. Это реально удобно и круто. И если вы что-то где-то забыли, реально можно спасти, не буду говорить, в общем, просто выручить себя. Очень много всяких настроек, сортировок. В принципе, это реально прикольно. И, я не знаю, реально классный офис тоже, конечно, советую попробовать. Повторюсь еще раз, платная версия стоит 244 рубля. Бесплатная версия у нас на несколько, ну, ограничена, в общем-то. Если вы платную версию поставите, она через несколько дней попросит вас купить. Полную версию, если бесплатная, то там ограниченный функционал. Оптимизация хорошая, как вы сейчас видите. Ничего не подлагивает, в отличие от других офисов, где иногда бывает все-таки подтормаживают. И, ну, все-таки это напрягает. Конечно, привыкаешь, но все равно напрягает. Вот так вот прикольно выглядит панелька, очень так минималистично и удобно. И, в принципе, все есть. Я нечаянно свернул. Ну, в принципе, думаю, на этом все, как бы. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, подписывайтесь в Твиттере. Не забываем заходить на мой сайт, пишите комментарии, обязательно прочитаю. До новых встреч, до новых обзоров. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok